Небольшое объявление. И, то есть, поясняю, зачем каждая карточка нужна. Вот такие небольшие бонусные допки я буду публиковать в группе ВКонтакте. Так что, буду рад вас всех там видеть. Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал MTG Sibiris. Сегодня у нас на обзоре Банта Элеметали на каунтерах. Что же это такое? Это дека, которую мне прислал подписчик. Давайте же посмотрим. Тут у нас 4 целителя лесной поляны, за одну ману 1-2. Когда целитель лесной поляны выходит на поле битвы, мы получаем 3 жизни. 4 друида инкубации для мана разгоночки. 2 копии друида светлой пыльцы, за 2 маны 1-1. Когда выходит на поле битвы, мы выбираем либо кладем жетон, просто не последний на целевое существо, либо используем распространение. 4 копии листворожненного друида, который умеет добавлять ману, но если мы контролируем 4 или более крич, то добавляет 2 маны вместо этого. 2 копии раптора Уатли, за 2 маны 2-3 с бдительностью. Когда раптор Уатли выходит на поле битвы, мы используем распространение, то бишь кладем каунтера на все перманенты, на которых они есть и могут быть, и на себя тоже, если вдруг. 2 копии гидроидного крайса, это такой вот финишор дроволка. 3 копии тучерожной провидицы, за 3 маны, о 4 копии, извиняюсь, за 3 маны 2-1. С полетом, когда выходит на поле битвы, мы дроваем карточку. Собственно, 4 восставших рифа, самый главный элементарь среди всех элементарей, наверное. За 3 маны 1-1. Каждый раз, когда восставший риф или другой элементарь выходит на поле битвы под нашим контролем, мы смотрим верхнюю карту библиотеки. Если это земля, кладем ее непосредственно в игру, затапанной, по-моему. А, не важно. А, да, затапанной. Если же мы... Если это не земля, то кладем ее себе в руку. 2 копии нерушимого строя. За 3 маны существа под нашим контролем получают неразрушимость до конца хода. Но если мы сыграли эту карту в бейнфазу, то они получают дополнительно плюс-1, плюс-1 жетончик и бдительность. 3-4 копии бета-единения. За 3 маны инстанта мы кладем жетон, плюс-1, плюс-1 на каждое существо под нашим контролем. И получаем по хиту за каждое существо под нашим контролем тоже. 2 копии марша множество. 1 лаксадон. Вообще их должно быть в оригинальном деклисте 2, а марш 1, но у меня... Ну, я решил вот так вот заменить. Все-таки мне больше нравится, когда кладутся на всех крич, а не только на 4 или 5. И великий кромлекс за 9 маны. Стоит на x, где x дешевле, где x наибольшее значение силы среди наших существ. За тап добавляет 2 маны, мы геймем 2 хита. И когда крича входит, входит дополнительным жетоном, и мы дробуем карту. Но на самом деле для нас эта стоимость не критична абсолютно, потому что у нас мана разгонки просто туча. По монобазе все как-то вот так. Вы сможете посмотреть в деклисте в описании к ролику. Ну, а мы начинаем тестинг. Ну и подпортил я уже сегодня себе рейтинг. Потому что весь полдня просто сидел и тестил разнообразные деки. Я тещу только в рейтинге, поэтому я в нем быстро и сильно не поднимаюсь. Ну, норм. Наверное, норм был ка. Я думаю, что стоит ее кипнуть. Смотрите, какая комба, да? Кладем жетон, на друид он сразу добавляет 3 маны. Это круто. Давайте кип. Такая комбо. Комбо, комбо, комбо. Комбо хреномбо. Ууу. Но все равно я хочу проход. И ход. Проход и ход. Давайте пожертвуем проход. Найдем себе, видимо, лес. Да, наш ход. Давайте так. Давайте друид инкубации. Следующий ход мы, на самом деле, можем либо поставить восставшего рифа, если друид инкубации переживает, и сыграть целительные лесовые поляны, либо просто сыграть... А, пока еще не можем сыграть обед. Окей. Тогда давайте поставим... Два хита. Давайте поставим риф. Беломанта у нас нету, поэтому обед мы не сыграем. Давайте попробуем поставить риф. А когда ской спор? Ну ладно. Давайте поставим тогда целителя. По геймам-то хита и ход. Это... Семик флеш, что ли? Ну, что-то... Что-то даже не понял, чем оппонент играет. Ну, давайте вот так. Давайте атака. Давайте атака на один. И ход. Ничего, понятно, не стал делать. Ну, может, это и к лучшему. Давай пас. Мой ход, да? Давайте в конце хода сыграем. Попробуем сыграть обед единения. Вдруг получится. Вдруг его не сконтрит. А, ну его сконтрит. Окей. Много контры оппонента. Ну, давайте все равно попробуем сыграть обед единения. Получилось. Давайте, наверное, сыграем друида. И используем распространение. Подтвердить. Давайте в атаку сходим на пять. И ход. Следующий ход мы сможем сыграть, знаете? Раз, два, три, четыре, пять. Восемь на шесть кразиса. Даже не просто для того, чтобы его сыграть. А просто чтобы... Скорее всего, мы его не сыграем. Но мы, по крайней мере, подробуем три карты. И погеним три хита. Это важнее. Это того стоит. А, нет, смотрите-ка, мы его сыграли. Подробовали, конечно, три земли. Это не очень круто. Но, тем не менее. Наверное. Тем не менее. Может, сейчас волк вылезет? Скорее всего, сейчас вылезет волк. А если бы не стал контры, значит, он хочет сыграть волка. Ну, не нам его судить. Да? Волк. Раптор сейчас может не хреново так всех качнуть. На самом-то деле. Что хочешь сказать в атаку? А ты не пережёшься так. Ну, что я не стал делать, а понятно? Окей. Давайте попробуем сказать «Раптор». Да хреново мы подробовали, цикарается, если честно. Прям очень хреново. Ну, мистик, да. Мистик, это да. Давайте бухта. Давайте атака на 6. И ход. Может, неправильно сыграл, надо было просто друида бафнуть. За себя потом уже играть обет-единение. Наверное, так и надо было сделать. Да, что-то я тупанул. Ну, первый раз играю ТДК, если честно. Да, что ты будешь делать? Ладно, атака. Атака всё ещё на 6. Давайте проход поставим. Теперь уже будем ссакать. И хочется что-то более весомое подробовать. Чем землю. Уже который ход. Ну, сколько можно эти земли дробовать? Плэнт пытается найти, видимо, фею. Но это не сильно получается. Что по баунси нам нравится. Больше у него нет ответов на него. Никаких. Я так думаю. По крайней мере. Скорее всего, да. Симик флэш, утяжка с флайом. Я вам скажу, что против Симик флэш, наверное, Азориус флай лучше дека. Ха, смотрите-ка. Первое за нами. Вообще неожиданно. Столько поэндровался. Ну, ладненько. Давайте следующую. Ну, что, ребят, скажите про эту руку? По-моему, рука неплохая. Давайте я киплю. Всё по той же старой схеме. То есть даже без... Даже без... Элементалей. В принципе, можем играть эту руку вообще прикольно. Храм. Первый ход храм. А-а-а. 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 Пусть будет. Карточка-то огонь. Чудище, да. Без проблем. Айтистат. И давайте друид. Инкубация. И ход. Бага. Значит, рыцарей есть, 100%. Значит, будем ждать, пока нашего друида убьют. Ну, а что делать? Трактирщицк, да? Трактирщицк. Трактирщицк. Нет? Ну ладно. Так. Давайте водопад. И ход. Сейчас сыграем в конце хода обеда единения. Потом поставим жирного Кразиса. Может быть, поставим Машу множество. Да, конечно. Да, конечно. Сейчас ходи в атаку. Давай, будь мужиком, сходи в атаку. Умри от неожиданности. Ладно. Так. На самом деле, мы сейчас можем на 4 Машу множество сыграть. Это тоже будет круто. Можем Кразиса сыграть на 5. Это тоже будет круто. Ну, давайте, наверное, ход. Сыграем Машу множество, все-таки. Потом лацадончиком еще разложим каунтера. Вот это будет нежданчик вообще. Хм. Раз, два, три. А на 4 сыграем Марш множество. Да. На 4 сыграем Марш множество. Уу, да, это Султай. Это не просто Голгарь, это Султай. Синим ради феек. Ну да. Ну, пас. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Нет блоков. Пас. Ничего, да? Ну, давайте марш множество на 4. Автооплаты. Давайте. Сразу лацадон. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Давайте. Храм. Раз, два. Не, не нужно. И... Дожидать в атаку. На один. Внезапно. И ход. М-да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все еще не хватает на гиганту, но... Тем не менее, все равно круто. Рыцарь. Рыцарь. Подробился. Полузол хит. Ай. Болька. Видимо, сейчас поставит этого рыцаря. Да, поставил. Полузол хит. Болька. Да. Пас. Что-то оппонент задумал. А, он не стал ходить вот так. Ну, ладно. Ну, ладно. Просто пожертвовал сказочный проход. Хорошо. Пожертвовал проход и поставил себе остров. Это, кажется, что все-таки там фея есть. Ну, как бы, как без нее. Так, если рассуждать. Да. Давайте все равно. Обед, едини-ни-ни. Ну, да. Фу. Давайте. Так. Давайте. Хм. Не, вот так и не пойдем. Давайте поставим кразиса. На 4. Все-таки это флайер. По воздуху с трэмплом. О, нормально. Вот теперь можно ходить вот так. Практически. Точно. Ну. Теперь практически точно можно ходить вот так. Да. земля есть. Теперь можно поставить великана. Все еще можно воришку. На самом деле, если мы дождемся плюс один, плюс один каунтер. И виджионс. И андестрактабл. Блин, я не знаю. Это практически игра будет. Ах ты, негодяй. Хотя порой за такое нужно. Ах ты, негодяй. Давайте так. И давайте. Хм. Дайте ход. Жалко мы друида не сможем сейчас активировать. Чтобы он стал неприлично большой. 3-5. Ну да, великан. Ай-яй-яй-яй. Вот это я больше всего баррит, если честно. Напрягает. И вопрос, где наши элементали, как бы, тоже немножко напрягает. Совсем чуть-чуть. Е-е-е, бэйби. Е-е-с, бэйби. Ох. Как это сексуально. Ох. Как это сексуально. На всех. Атака. Атака. Компьютер что-то задумался на секунду. 6 атакеров, 6 блокеров. Так. 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 И, видимо, так. Ага. Окей. И так вот. Но я не против. Еще этого трактирщика пожертвует. Ну, отлично. Ходим. Угу. 9-9, да без проблем. Со двух токенов сдать. Просто шикарно. Где мои элементали? Вопрос. Да? Орден, да, да. Надеюсь, только вы поняли, что зимия может хоть сырук разыграть, походу. Да. Ну, и че? И все, да? Сейчас себе он не стал ничего разыгрывать. Интересно. Но мы тоже не будем ничего играть. Ходи. 44 хита, ребят. Просто потому, что тупо флудит. Я понял, в эту деку надо меньше земель. Ну, иначе просто жесть. Ну, что? Садницы, да? Садницы. Без проблем. Как же нас худит? Ух ты. Ладно. Внезапно. Ну, и? Какое-нибудь интересно. И фея, да. И всадится. Окей. Ну, я думаю, что мы тут не вытащим, потому что что-то вам вообще, кроме земли, ничего не идет. Ну, бывают такие вот неприходы прямо, ну, что это? Ладно. Давайте следующий. Вот начиналось же, да, в прошлой игре? Вроде все хорошо начиналось, но просто темп дико потеряли и... Ну, и все, из-за этого все. Так. Белой нету. Да и хрен бы с ней. Давайте кип. О, мы тут можем слить. Просто по темпу. Просто потому что, понятно, первым походил. Ну, давайте. Храм. Эмм, нет. Еще поборник. Ух, это жесть. Ух, это жесть. На пять, да. Да мы поняли, поняли. Так, друид, кстати, листворожденный неплохой. Кстати, его кипнем. Итак, следующая игра. Но вы, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Да, эту руку я кипну однозначно. Хочется, конечно, первым походить. Блин. Ну, да ладно. Ой. Миллинг. Давайте фонтан. И ход. Честно, получится ли у нас разогнаться. Стирание мысли, да, конечно. Восставший риф сейчас нас покинет, к сожалению. Ну, а что делать? Приходится жертвовать чем-то. Я думаю, что это будет все-таки восставший риф. Это друид инкубации? Это друид инкубации? Хм. Интересный выбор. Ну, ладно. Я бы назначено рифа убирал. Ну, окей. Понятно, виднее. Убрал рыбу. Ладно. Давайте, друид. И ход. Интересно, что он сейчас будет делать. По идее, он должен сейчас оставить контер спелл для рифа. Ну, он не оставляет контер спелл для рифа. И это интересно. Это странно. Ладно. А, нет. Вот и контер спелл. Хорошо. Вот и контер спелл. Ну, и давайте, наверное, ход. Ничего по идее не стал делать. Контер спелл зажал. Может быть, марш сыграть? Да, конечно. Проблема. Сто хоть риф сыграем нормальный. Да. 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 Рыба. Пас. Ну, давайте. Да. Будем играть в оставший риф. Триггер. По-любому. А тебе еще водопад. И ход. Ну да, на один. Нет блока. Как-то хочется подробовать что-то типа тучерожденной провидицы. Так. Ну и ход. А там же, когда разыгрываешь. А, выходит на поле битвы. Окей. Может и не выйти. Тогда ладно. Тогда. Тогда, наверное, правильно сделали, что они сыграли провидицу. Зато мы сейчас можем марш сыграть на три. Это тоже неплохо. Пас. А, нет блока. Нет, нет, нет. Блоков нету. Ай. Мой ход. Давайте попробуем марш. Шесть маны стоит спелк. Что скажешь? Он три логов. Окей. Давайте тогда попробуем пойти в семь в атаку. Далее. Так. Давайте попробуем обед. Есть пантер спал. Ну ладно. Два хита запашляем. Давайте попробуем провидицу поставить. Есть контакт. Две картонки. Да. Раз. Два. Окей. Может она сейчас получится провидицу запороть? Я прям на это так рассчитываю. О, нет блоков. Вообще не жалко. А, нет. Ах ты, сволочь. Так, ладно. Давайте тогда раптор. Давайте друидка. Положим жетон. И давайте вот так. И ход. Что будешь делать, друг? Что будешь делать, друг? Варианты. Две карты всего. Это как бы, ну, никуда не парит. Она здесь для того, чтобы дожить. Больше не для чего. Ну, давайте попробую еще раптора. Да, распространение. Атака на 4. Хочу. Еще садиться. Окей. Давайте тогда друид. И ход. Все-таки я надеюсь, что мы крайне западруем. И просто бомбанем. Помоги. Что это? Ага. Окей. Мне же даже интересно, что он там надровал. Ну, что, друг? О, целитель. Ну, давайте целителя поставим. Хоть какие-то хп погеним себе. И ход. 7 ман оппонента. Что же можно сделать за 7 ман? Можно поставить заводь. И. Ну, давай, дружище, решайся. Для такой деки ты просто очень медно играешь. У нас жалко время не тикает. Почему-то, кстати. Ну, рифт. Давайте попробуем рифт. Получится, не получится. Есть контер-спел. Нет контер-спел. Конечно, лучше, чтобы не было. но он по-любому есть. Он всегда есть. Ну, да. Ну, ладно, ходи. Ну, да, змейка. Пока пофиг, потому что у нас достаточно хитов. он не достаточно с вампов, чтобы заюзать всю прелесть. О, прикольно. Давайте раз, два, три, четыре, пять. Когда так? И контер-спел. Ха. Кто бы сомневался. Ладно. у нас полдеки ушло. Ну, всего лишь на самом деле. Не так уж много. Ну, а то мы сейчас на девять выхватим. минус свамп. Еще минус свамп. Ну, где же мой кратис? Полдеки прошло, ни одного кратиса нету. Что за дело? Больше полдеки. Все равно нету ни одного кратиса. Что, мать его, за дела? М? Где мой кратис? Да, на девять. Гидроидный. Так. И окей. Херня, конечно, но тоже нормально. Оно. Херня, Ну что, ребятки, игра у меня подвисла, но да, это на самом деле и не важно, потому что вывод один, то, что мы сыграли в одну победу и три поражения, как бы показатель, извини, пожалуйста, Лёш, но мне так и не понравилось, вот так вот. Вот, я и поставлю 2 из 10 по своей личной шкале, просто потому что он дек достаточно слабый для нынешнего метагейма, и я думаю, что ты это все мог наблюдать в видео, поэтому, пожалуйста, без обид. Спасибо, ребята, большое за внимание, спасибо, что уделили время, посмотрели видосик до конца, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии, ну а с вами был Дима, канал МТГ Сибирь, всем удачи, пока и хороших топдеков. Субтитры сделал DimaTorzok